МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Казаларда время новостей. Здравствуйте! В студии с вами Галамжан Жабназар, сортопереводчик Айткуль Садыкова. Вначале коротко о главных темах выпуска. Центральной темой обсуждения остается послание президента народу Казахстана с одобрением, воспринятое предложенное Касымжамартом Тукаевым концепция слышащего государства. Дело Сабанбаева молодежь выразила резкое неприятие таким проявлением коррупции в своих рядах. Язык опоры народа. День развития языков в Казаларде отметили большим фестивалем. Далее об этих и других событиях более подробно. Слышащие государства, глава государства в послании поставил задачу воплотить в жизнь такую концепцию. Создать государство, которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан. Член Общественного совета области Владимир Толоконников полностью поддерживает эту концепцию. Власть должна быть ближе к народу, вместе на основе диалога обсуждать и решать актуальные задачи. Мне бы хотелось отметить то, что мне дорого в этом послании. Это, прежде всего, создание гражданского общества. Чтобы чиновники, конечно, обращали внимание на те боли, которые высказывают люди. Мы все хотим жить в демократической и развитой стране. Это самое главное. И чтобы будущее было для нас спокойным. А это образование. Это, прежде всего, высокое образование. Мы сами знаем, как мир развивается. И без настоящего высокого образования мы ничего не можем достигать. А это и медицина. А это и спорт. Все, что нужно делать для молодежи, мы должны делать. Это наше будущее. Не только Акимы, и правительство, и министры. Все должны быть ближе к народу. Фактически они, если можно так выразиться, слуги народу. И то, что нужно, пусть они все делают для народа. Среди главных задач в послании обозначено обеспечение качества и доступности медицинских услуг. В рамках трехлетнего бюджета на развитие системы здравоохранения будет направлено 2,3 триллиона тенге. Президентам поручено создать перечень приоритетов для каждого региона по конкретным нозологиям в медицине, особенно по материнской и младенческой смертности. Этот показатель снижается, но все еще высок и значительно превышает уровень развитых стран. Отдельно затронута тема обязательного социального медицинского страхования, которое вводится с 1 января 2020 года. Хочу донести до каждого. Государство сохраняет гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. На его финансирование будет направлено более 2,8 триллиона тенге в течение следующих трех лет. В свою очередь, реализация обязательного социального медицинского страхования призвана улучшить качество и доступность медицинских услуг. В рамках трехлетнего бюджета будет направлено дополнительно более 2,3 триллиона тенге на развитие системы здравоохранения. Правительству нужно предельно ответственно подойти к вопросу реализации социального медстрахования во избежание его очередной дискредитации. Права на ошибку у нас уже нет. Городская поликлиника номер 3 рассчитана на обслуживание свыше 60 тысяч человек. Медицинское учреждение оснащено современным оборудованием, полностью обеспечено компьютерами. По словам руководства, созданы все условия для прохождения обследования. Поликлиника готова к работе в системе обязательного социального медицинского страхования. С января 2020 года запускается система обязательного социального медицинского страхования. Со стороны медицинских работников не должно быть никаких упущений. В целях уменьшения жалоб от населения на первом этаже мы открыли кабинеты, где ежемесячно заместители внутреннего контроля будут проводить прием граждан. Ликвидировать разрыв в качестве среднего образования между городскими и сельскими школами. Отбирать талантливую сельскую молодежь и готовить ее для учения в отечественных и зарубежных вузах. Разработать дорожную карту по поддержке одаренных детей из малобеспеченных и многодетных семей. Обеспечить таким детям возможность посещать кружки, центры и летние лагеря. Такие поручения даны в послании главы государства. В послании президент уделил особое внимание в поддержке одаренной молодежи, проживающей сельской местности. Поручено подготовить их для поступления в местные и зарубежные учебные заведения. В нашем регионе эти работы уже ведутся. Так, на сегодня более 500 наших выпускников из разных уколов области получают образование ведущих в вузах России. 107 из них уже получили дипломы. Также в послании поручено разработать дорожную карту для поддержки детей из малобеспеченных и многодетных семей. Мы усилим работу в этом направлении. Департамент по противодействию коррупции совместно с Акиматом области филиала партии Норутан провел собрание с участием лидеров молодежных организаций и активистов. Повод вески 11 августа произошел неприглядный факт. Один из лидеров молодежи был задержан с поличным при получении взятки. При получении взятки в размере 100 тысяч тенге был задержан директор областного молодежного центра Сабанбаев. Уголовный отдел расследовано в кратчайшие сроки. Решением суда Сабанбаеву назначен штраф в размере двух миллионов тенге. Такой неприглядный факт, где молодежи зарегистрированы в стране впервые. На собрании были обсуждены пути профилактики коррупции и формирования антикоррупционной культуры. Каждая организация, каждое учреждение должны усилить разъяснительную работу и контроль. Необходимо проводить общественные мониторинги, активно задействовать проектный офис Ахмишет Азалдзахалана. Из рядов партии за коррупционные правонарушения за последние два месяца мы исключили пятерых членов. Партия не может с этим мириться, даст свою принципиальную оценку. В Кармакшинском районе установлена мемориальная доска жертвам Семипалатинского ядерного полигона и Чернобыля. В этом году 33 года аварии на ЧАЭС и 30 лет с момента закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Крупнейшая техногенная катастрофа на ЧАЭС и ядерные испытания в Семее стали еще одним бедствием 20 века. Мемориальная доска установлена в память о жертвах ядерного молоха, чтобы воздать славу героям. Я один из тех, кто принимал участие в ликвидации последствий овали на Чернобыльской АЭС. Из 35 тысяч участников живых осталось около 5 тысяч человек. Хочу пожелать, чтобы никогда земля не знала таких бедствий, ядерных испытаний и аварий. 5 сентября – День языков народов Казахстана. А именно в этот день родился известный основатель казахской лингвистики, просветитель Ахмед Байтурсынов. В честь праздника в Казаларде прошел областной фестиваль языков. Специально к этому дню была подготовлена выставка редких книг на латинице. Фестиваль открылся прологом беседы о самом важном для народа двух великих деятелей – Абая Кунанбаева и Ахмеда Байтурсынова. За вклад в развитие языков ряд специалистов сферы были награждены почетными грамотами Министерства культуры и спорта Республики Казахстан благодарственными письмами Акима области, в их числе председатель немецкого культурного центра Ирина Шек. Президент Республики Казахстан Касамжумар Тукаев в послании народу отметил, что наступит время, когда казахский язык станет языком межнационального общения. Важнейшим фактором консолидации народа страны является язык. Наша область в Первой Республике перевела дело производства на казахский язык. Позвольте вас поздравить с Днем Языков, выразить благодарность за вклад в их развитие. В Жалагарском ауле Тан воспитывают будущих чемпионов. Такая возможность представилась с открытием здесь на основе государственно-частного партнерства нового спорткомплекса. Сегодня в спорткомплексе работают секции дзюдо, тэквондо. Тренировочный зал, специальные спортивные формы, тренажеры. Об этом прежде можно было только мечтать. Уроженец этого аула, предприниматель, депутат областного маслехата Имам Задаш Агартаев воплотил давнюю мечту сельских ребят в жизнь и построил для них большой спорткомплекс стоимостью 56 миллионов тенге. Спорткомплекс сдан в эксплуатацию в январе. Для тренировок здесь созданы все условия. В ауле очень рады открытию спортивного объекта. Раньше подростки все свободное время слонялись без дела. Теперь с улиц пошли в спортзал. И уже есть спортивные достижения. С января в спорткомплексе начали работать секции дзюдо и тэквондо. Сейчас здесь тренируется 100 детей. Ребята уже принимают участие в различных соревнованиях и показывают неплохие результаты. 50 детей занимаются секцией дзюдо, 50 – тэквондо. Наша задача – воспитывать сильные здоровые поколения будущих чемпионов. В целом по области в прошлом году на средства областного бюджета построено 7 спорткомплексов на основе государственного частного партнерства – 9. До конца этого года планируется сдать еще 13 спортивных сооружений. И это было последнее сообщение выпуска. Наши новости вы можете посмотреть через портал Кастерка Киезет на сайте телеканала Казаларда. Далее о погоде. Спонсор прогноза погоды – 5-звездочный отель «Султан Плаза». Завтра в районах дождь, гроза. Мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания. В жизни каждого человека бывают важные даты и события. Банкетный зал «Балрум» идеально подходит для проведения ваших мероприятий, свадьбы, к изузату, юбилея и других важных событий. Вас ждут обновленное меню, лучшие повара, идеальный персонал и цены от 3,5 тысяч тенге. В подарок фотосессия и номер в пятизвездочной гостинице «Султан Плаза». Проведите незабываемые торжества в банкетном зале «Балрум». В Аральском районе днем плюс 20 градусов, ночью плюс 6. В Казалинском районе днем плюс 21 градус, ночью 7 градусов, со знаком «плюс». В Байконнере днем плюс 22 градуса, ночью плюс 8. В Кармахшинском районе днем плюс 22 градуса, ночью плюс 8. В Жалагарском районе днем плюс 23 градуса, ночью плюс 9. В Сардаринском районе днем плюс 24 градуса, ночью плюс 10. В Шиевистском районе днем плюс 25 градусов, ночью плюс 11. В Жанна-Курганском районе днем плюс 26, ночью плюс 12 градусов. В Казаларде днем плюс 23, ночью плюс 9 градусов. В Казаларде днем плюс 23, ночью плюс 10 градусов. Редактор субтитров А.Семкин